После того, как мы посмотрели историю, важно еще проверить такой момент, как хуис домена, то есть данные о его регистрации. По сути, можно вбить в Google. Есть такой инструмент, как Domain Tools. Он довольно-таки хорошо показывает. Так, секундочку. Так, Domain Tools, хуис, хис, хистори, домейн, туз, вот. И нам выдает довольно-таки неплохие данные, то есть мы вводим, например, домен, домен seo.profi.com, который в скором времени будет продвигаться под запад. Мы его покупали. По сути, что можно посмотреть? Это обычный хуис, который показывается. Но если мы вбьем еще раз так. То мы попадем немножко так. Вот, мы попадаем на нужный лендинг, через который я обычно захожу. Вбиваем, например, название домена. И здесь сервис платный, но можно какое-то время протестить его бесплатно. То есть там, по-моему, в течение 7 или 10 дней. И что мы видим в данном случае? То есть первое, мы видим текущее положение, когда домен был обновлен, когда вообще создан, то есть в 2008 году создан. И дальше видим даже по NS, например, там в 2010 году. Нам важно посмотреть, что там был. То есть там был другой человек, который владел этим доменом. То же самое, собственно, когда мы перешли уже в 2011 год. То есть можно посмотреть регистрацию, можно посмотреть NS, которые были. Можно посмотреть, кто был владельцем этого домена. И какое положение сейчас. В принципе, неплохие данные для анализа какого. То есть что мы из этого можем вынести? Первое, какой регистратор текущий, какой регистратор ранее был у этого домена. И, соответственно, какие NS были прописаны. То есть мы можем даже посмотреть, какой хостинг. Ну, собственно, сейчас в данном случае какой. Давайте посмотрим. До сих пор домен показывается. То есть это еще не обновился хуиз. Сейчас домен находится в GoDaddy. Раньше был это Directy. То есть он зарегистрирован, был у регистратора Started. Можем посмотреть такие данные. То есть по NS, где он сейчас находится. Ну, в данном случае доминатор это хостинг. Он просто в данный момент хостится там. И можно посмотреть, что это вообще за хостер. То есть, как я уже говорил, есть ряд регистраторов, которые там регистрируют под серые ниши домены. И были такие случаи, что Google накладывал санкции на вообще все, что лежит на IP-шниках этого хостинга. И что зарегистрировано у регистратора. И по большому счету домены просто не лезли. То есть, собственно, мы смотрим, как обстоят дела по этому домену. Что на нем было раньше. То есть, ну, какая-то краткая история. В принципе, тоже даст какой-то плюс. То есть, особо ничего такого мега важного мы из этого не узнаем. Но, тем не менее, дополнительно сможем проверить. И вдруг еще сможем найти какой-то момент. Собственно, это все. Задавайте вопросы в комментарии к посту.